Умрут очень рано сейчас и часто, несмотря на все достижения медицины. И нам дана жизнь, но все равно 40, 50, 60 лет, 70, это много, это много. И каждый этим временем распоряжается по-своему. И вот сегодня были у меня две темы. Я думал, какая будет, какая будет. И была вот такая мысль, что на служении, когда мы придем, Бог даст знать, какую тему высвобождать. Точно. И вот Кайрос, Рэма в Кайросе сейчас будет высвобождаться. Но перед этим скажу одну вещь. Бог насадил в саду разных деревьев. Вы помните. И также Он посадил дерево познания Бога. Все из него, им и к нему. И без него ничего не начало быть. Окей, дерево познания, от которого столько нам пришло вреда, через него начало быть. Как это ни странно. Он его произрастил. И не сатана это сделал. И также дерево жизни. И вот эти два дерева, о них сказано особенно вообще. Вы заметили? В центре рая. То есть, чтобы не пропустить никак, чтобы обязательно заметить это все. Так вот, дерево познания добра и зла. И мы живем все еще во многом в этом дереве. Потому что мы все делим на хорошее и плохое. Вот тут я поступил хорошо, а вот тут я поступил плохо. Это дерево познания добра и зла. Закон, данный Богом, это же и есть дерево познания добра и зла. Законом познается грех. И вот, к примеру, я иногда себя чувствую добрым, а иногда злым. Иногда я чувствую себя святым, а иногда грешным. У вас такое бывает? Иногда чувствуешь себя победителем, а иногда полнейшим вообще лузером, неудачником. Это дерево познания добра и зла. То есть, мы противопоставляем одно другому все время. Не знаю, почему вообще. Это третья тема из тех двух. Которая даже нигде не записана. У меня одна в телефоне, другая в книге. Ну, вот в этой книге записана. Почему-то мы все противопоставляем. И вот я перед Богом пытаюсь иногда через это дерево ходить и жить. И думать, Господь меня, походу, так оценивает. Сегодня мальчик молился, мальчик постился. Мальчик начал день с того, что читал Библию. Хороший мальчик. А другой день встал, мальчик встал с матюками, проклятиями. Покурил вместо того, чтобы почитать Библию. Проклял весь мир, правительство, соседей. Соседских собак, которые не давали спать. И мальчик плохой. И мы думаем, именно так Бог своих сыновей оценивает. Плохой пес. Ой-ой-ой. Или иди сюда, хороший, молодец. Это дерево познания добра и зла. Но что интересно, я в эту тему как бы не думаю углубляться, что надо. Что дерево жизни, это не дерево жизни и смерти. Это дерево жизни и все. Вот это Господь. Вот так Он с нами общается. Понимаете разницу? Мы бы сделали дерево познания добра и зла и дерево жизни и смерти. Логично. Будешь поступать плохо, умрешь. Будешь поступать хорошо, будешь жить. Это закон так говорит. Но во Христе жизнь, и там нет опции смерти. И вот именно так с нами Господь имеет дело. У Него все живы. Но я же матюкнулся. И что? Если ты живешь дерево познания добра и зла, ты плохой мальчик сегодня. Но, знаете, от нашего хорошего ничего хорошего. Только гордыня, надменность. Начинаешь себя любить. Начинаешь себя ценить. И говорить, я такой молодец. Я сегодня в посте. И я в молитве. И я на библейской школе был. И я с Библии начинаю каждое утро. И час я на языках. Знаете, я помню, я упивался молитвой час на языках. Я молю. Это все равно, ну, как будто ты лежа жмешь 150. Ты сколько жмешь? А я 150. Я ничего не хочу сказать. Просто, чтобы ты знал. И вот ты ходишь и упиваешься. Я час, каждый день час молюсь. Час молюсь на языках. И от этого только хуже. А ты не молишься. Ну, ничего, ничего. Когда-нибудь ты тоже. Качайся, брат. И пожмешь. Такая надменность. Такое вот высокомерие приходит из-за этого. Не то, что плохо молиться час. Это плохо, если мы это делаем в дереве познания добра и зла. Но в дереве жизни мы друг на друга смотрим. Мы безусловно приняты. Молишься ты час. Или ты час курил с утра. Без разницы. Ой, что это за новое учение. Павел учил об этом. И он говорит, что же нам грешить, если благодать умножается от этого. Нет. Никак. Никак. Нет. Даже тогда люди думают, это потому, что мозг в дереве познания. Или-или. Или я молюсь или колюсь. Я не могу и то, и то делать. А мы знаем, что умеют совмещать братья. И как неудивительно, я знал братьев, и мы знаем братьев, которые кололись и при этом в дереве жизни как-то оказывались. Что это за парадоксы? Это что за новые учения? Это не новые учения. Даже тогда Павлу закидывали, что ты проповедуешь. Что нам, восставаться во грехе, чтобы умножилась благодать? Так думает мозг из дерева познания. Но в дереве жизни такого нет. Стою я или падаю, я твой. Постился я или объелся, я твой. Хорошо я себя чувствую, достойным или недостойным, я твой. Жизнь. Все. Больше нету никаких дополнительных опт. Некуда упасть из этого дерева. Некуда потеряться. Никто не похитит тебя из руки моей. Никто не отлучит тебя от любви моей во Христе. Ничего нельзя сделать, чтобы Бог перестал нас любить. Это дерево жизни. И в этом столько счастья, надежды. И те, кто в дереве жизни, да они не хотят уже грешить. Им уже это не повод грешить. Не повод вести себя развратно, неправильно. И они по-другому начинают мыслить. Хотя кто без греха? Иаков говорит, мы все много согрешаем. Иаков пишет. Или Иоанн. Да, Иоанн. Иаков. Но если даже ты согрешил, ты имеешь перед Отцом ходатая Иисуса Христа, праведника. Он умилостивление за грехи наши. Не только за наши, за всего мира. Поэтому я верю, что эти два дерева, это просто две операционных системы. Знаете, как есть Windows, а есть еще что-то. И вот если у меня есть программа для Windows, я ее не могу поставить больше никуда. Обновление ума, это и есть переход в другую операционную систему. И когда человек с операционной системой дерева познания добра и зла слушает проповедь о дереве жизни, он скачивает этот файл. Видели, как в Windows обозначаются файлы, которые он не знает, что это. Просто белый квадратик. Он говорит, невозможно открыть. Непонятно, что это. Нету ничего здесь, чтобы с этим взаимодействовать. Вот так вот человек из дерева познания добра и зла слушает проповеди из дерева жизни. И он не может понять. Но давайте постепенно. Мы же постепенно переходим. И кто же из нас сразу не стал умным? Тупили, глупили, зарабатывали баллы и очки. Вы перед Богом не зарабатывали плюсики никогда? Баллы. Да, вот как бы Богу кость бросить, чтобы он не обижался. Или знаешь, Господь, я тебе помню. Ему как будто это надо очень. Ладно, вернемся сюда. Сегодня будет притча. У меня есть ВКонтакте. В ВКонтакте люди добавляются друг к другу в друзья. И ко мне добавляются, естественно, в друзья разные люди. И я не беру всех. Вот так я скажу. Я не беру всех. Потому что иногда добавляются какие-то дамочки, которые вообще, думаю, с какого перепугу кто ты? Смотрю там у этих дамочек в друзьях одни братья знакомые. Я говорю, смотрю, кто из знакомых? Одни братья. Сестер нет. А это такие какие-то фейковые вот эти. И я говорю, нет, до свидания. И вот как-то добавляется один человек. И я захожу посмотреть, что за человек, чем дышит, кто, откуда. Потому что зачем мне какие-то там в друзьях левые, ну, липовые эти люди. И я у него нахожу одну притчу. Вот вообще редко смотрю у кого-то что-то. А тут прямо вот Дух Святой заострил внимание. Там такая видеопритча как-то из кусочков фильма и с текстами. Я даже не слушал, просто читал там текст что-то. И я ее, когда прочел, я понял, это от Бога ко мне вот это слово было. Потому что оно объясняет другие притчи библейские, но более понятным языком. Я их сейчас прочитаю, эти две притчи в Библии. Луки 19. Давайте. Их две. Они почти одинаковые, с небольшими там. Ну, можно даже с Матфея 24 начать. Или 25. О, 25. Да. Матфея 25, раз уж открылась первая. А потом в Луки. Здесь там, помните, о девах, о светильниках, о масле. И вот после этого, после этого, он говорит, бодрствуйте, потому что не знаете, когда придет господин ваш. И вот после этого идет эта притча. Это тоже важно. И он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, а иному один. Каждому по силе его. То есть в соответствии с призванием. Понимаю. И тотчас отправился, получивший пять талантов. Почему? Вот мы все время задаем вопрос. Почему у одного много, у другого мало? Я имею в виду Божьего. Ну вот почему Андрей Шиповалов, таких как Андрей Шиповалов, там, как Дима Крюковский, как Дебора, их бы сотни нужны. Ну почему их единицы? Ну вот одного слушаешь, слушаешь послание и ешь при этом. И понимаешь, Господь тебя кормит, Дух Святой через него говорит, другого слушаешь и думаешь, когда это кончится. Ну нету ничего, пусто. Просто как-то пытаешься, ну какие-то фразы, какие-то слова хорошие, но нету веса. И вот вопрос, почему так? Почему мы знаем таких служителей, там, Рик Пино, Джизус Калчер, да? То есть какие-то вот музыканты, певцы, поклонники, которых слушаешь и ты наполняешься Божьим присутствием. И сколько музыкантов, которых ты слушаешь и христианских, и ноль. И второй раз уже не слушаешь. У нас есть вот Мунин Стар, треки, которые до сотни раз, сотни раз уже слушаны. И ты их включаешь и... Привет, как себе домой? И ты скачиваешь там в машину, в плеер, в телефон и все время в радость. А есть такое прослушал, ну красиво все, правильно, но... Пролистать. Больше я к этому не вернусь. Задавали такое... Вот почему ему дал, одному пять дал, другому один? Несправедливость же, как бы. Потому что, получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело, приобрел другие пять талантов. Кто-то его просил это делать? Он что им... Здесь что написано? Я вам даю, смотрите, идите там, приумножайте. Он не просто пошел, это была его инициатива. Точно так же, и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, вот почему он один всего получил. Вот почему. Пошел, закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. После долгого времени, вот наша жизнь проходит, приходит господин Рабовтик и требует у них отчета. Это говорит Иисус Христос, это не Ветхий Завет, это не какие-то законы. Это он говорит, вот как будет, вот как будет. И вот как и происходит. И по долгому времени приходит господин Рабовтик, требует отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов. Говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, на многим поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также и два таланта, то есть та же история, 24 стих. Подошел, получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Видишь, начинается уже. Почему ему один дали? Потому что он знал. Я знал. Не было ничего. Я знал, что ты человек жестокий. И, значит, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел, скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал, ах, лукавый раб и ленивый. А вот где корень. Лукавый раб и ленивый. Есть мерзкая, верзкая поговорка в русском языке, лень матушка. Пфу на такую матушку. Отрекаемся от таких родственных связей. Такое проклятие на себя одеваешь. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и придя, я получил бы мое с прибыли. Итак, возьмите у него, внимание, талант и дайте имеющими десять. Ого! У Бога ни один дар не пропадет. Просто кто-то потеряет то, что ему было дано. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Это возможно. Не о спасении речь. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится. А у не имеющего отнимется то, что он имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, Иисус возгласил. Кто имеет уши слышать, да слышит. Во-первых, Иисус рассказывает притчи почему-то. А потому что не все врубаются, если он будет говорить о небесном. Говорит, я о земном вам говорю, чтобы вам понятно было. Ученикам он говорил вещи глубокие, но людям притчами не могли понять. А ученики могли. Вот почему? Один может понять, а другой сидит. Шо? Ну тогда сейчас будем таланты, серебро, торгаши. Что делали первые двое? Они рисковали потерять. Они же могли, рискнули, вложили, украсть могли. Прогореть мог бизнес. Но не рисковали. А третий не рисковал. Ну ладно, Луки давайте. Какой я сказал главу? Девятнадцатая Луки. Тут быстренько еще эта же притча, но чуть-чуть по-другому и с интересными нюансами. Двенадцатый стих. И так сказал, некоторый человек высокого рода, отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Ну в наш случай, это же понятно. Призвав десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их, воборот, пока возвращусь. То есть здесь уже как бы поровну он поделил. Десять рабов, каждому по одной. Но граждане ненавидели его, отправили вслед за ним посольцев, сказав, не хотим, чтобы это царство было над нами. Когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла десять мин. Вау. Тот-то он первый и пришел. Первый это протон, апостол. Во-первых, апостол. Вот мы думаем, почему один апостол, а другой нет. Я бы тоже хотел, как Андрей Шиповалов, ездить на Гелендвагене, жить в Америке, летать по миру, ездить в круизы с женой на большом корабле, а не вот это сидеть, ходить в туалет на улице. Не хочу. Почему такая несправедливая господь? Ты ему дал, а я вот тут вот прозябаю. Жестокий ты, господин. Хорошо, он сказал ему, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Ого. Ну то есть разница есть. Серебро, я не знаю, мина, но это в килограммах что-то измеряется. И город. Как вам такое наследство? И сказал, пришел второй, сказал, господин, мина твоя принесла пять мин, сказал ему, и ты будь над пятью городами. Пришел третий, сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чем не клал, жнешь, чего не сел. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, жну, чего не сел. То есть он играет в его игру с лукавым по лукавству его. Хорошо, ты так сказал, ты это знал? Знал, ну так в чем проблема? Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил вас прибыль? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющими десять мин. И сказали ему, господин, у него уже есть десять мин. Мины, да, вот в наши дни не очень звучит. Мины, мины. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет или думает иметь. И на этом все. А теперь к притче, которую я у брата. Потому что она, то есть здесь еще, как бы, немножко мы замылили уже эти притчи, вы их знаете и такое. Но здесь, в этом вот, этой притче, которую я там, я даже выписал основные моменты, очень конкретно и понятно объясняется, почему у кого-то есть, а у кого-то нет. Почему одного слушают, а другого не слушают? Хотя говорят похожие вещи. Вот один, такое было, что включает проповедь известного там проповедника, выписывает полностью весь конспект под себя, выходит, проповедует, а эффекта такого нет. Или песню берут, а эффекта нет. Молитвы берем, патриков, патриковские молитвы, они работают, эффекта нет. Потому что ту молитву Патрик высвобождал. И там была власть и сила, потому что мы разные. Берем цитаты Артура Каца и пытаемся стрелять в церковь имя, а не получается. Как слону дробинка. Потому что я не Артур Каца, я не прошел его путь, у меня нет его духа, чтобы это высвобождать. А когда говорил Артур Каца, люди в зале начинали кричать. Потому что не могли это слышать, им было неприятно слышать истину. Итак, притча. Вы, может, кто-то ее слышал, я первый раз. Значит, у одного фермера, такого богатого, было два работника. Одному он платил рубль в неделю, другому 15. И приходит тот, кому платят рубль, и говорит, хозяин, почему такая несправедливость? Вот мне ты платишь рубль, а вот этому 15. Мы же оба работники у тебя. Делаем одну и ту же работу. Хозяин посмотрел в окно и говорит, нам сено нужно на зиму купить. Выйди, посмотри, не сено ли везут. Тот сходил, возвращается, говорит, правда, сено везут. Он говорит, а не знаешь откуда? Не с лукьяновских ли лугов? Не знаю. Ну, пойди, узнай. Сходил. Возвращается, да, да, действительно, с лукьяновских лугов везут сено. Хозяин говорит, а сено какого у коса, первого или второго? Не наил. Ну, пойди, пойди, спроси. Сходил, возвращается. Первого у коса сено. Он говорит, а не знаешь, по чем продают? Говорит, нет, не знаю. Ну, так давай, давай, узнай. Пошел, возвращается. Хозяин сходил, говорят, по 20 рублей. Хозяин говорит, а подешевле не дают? Говорит, не знаю. В этот момент заходит второй работник и говорит, хозяин, мимо везли сено с лукьяновских лугов первого у коса. Просели по 20, я договорился по 17, завоз. Уже загнали во двор и разгружают. Вот, хозяин первому посмотрел, теперь ты понимаешь, почему я ему плачу 15, а тебе рубль. Вот, это та же самая притча, что вот тут рассказано. Никакой несправедливости у Бога нет. Все очень, другой, очень справедливо. Другой момент и вопрос, и я думаю, что если в конце кто-то из вас, ну, имеет, ну, не то что ответ, а хотя бы мысли, почему так себя ведет? Вот почему вот тот тупой первый? Ну, почему этот соображает, что надо делать? А почему того надо вот так вот просто в каждую, да, подними, перенеси сюда, он сам не может понять. Как и те ребята, они пошли, у него, да, вот у меня пять талантов, чего они будут лежать? Надо сделать прибыль, чтобы была прибыль моему господину, когда он вернется. Кто их это заставлял? Почему одни понимают об этом, о посвящении, о глубине, о жертвах, а другие нет? И они ходят и говорят, ну, почему такая несправедливая, я тоже хочу исцелять людей, я тоже хочу вот так проповедовать, чтобы меня слушали, а нету. Вот вам ответ. Еще раз повторю, другой момент, почему люди такие. Я не знаю. Я знаю только одно, что несправедливости у Бога нет. Он дает каждому по силам его. Более того, зная Бога, его упрашивать не надо, он так любит давать, он так любит использовать своих детей для своей славы, что только появляется возможность, он это делает. А если этого нет, значит, возможности такой тоже нет это делать. Мы можем внешне похоже себя вести, но внутри только Господь сердцеведец знает, что там у кого на уме, что там у кого в мыслях. Я иногда задаю вопрос Господу, Господь, ну почему ты меня используешь? Я вообще как бы по каким-то критериям в моей голове я не подхожу для этого? Я вообще не самый послушный, я не самый святой, не самый лучший. Почему ты меня используешь и даешь слово, даешь откровение? Ведь это ж я не могу это придумать или как-то искусственно это вызвать. Я просто живу, приходит откровение, открываю слово, приходит откровение, иду, я уже не молюсь там по часу каждый день, чтобы что-то получить, это просто льется, 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 благословение Божье, какие-то свидетельства, я читаю свидетельства, которые присылают люди, говорю, Господи, вот это ты, от меня какое место, я не могу это сделать, я знаю себя. И я потом говорю, ну ведь есть лучше меня люди, более правильные, без серки в ухе, там без, ну еще не буду говорить в эфире без чего, чистенькие такие, но они там все время молятся, все время такие вот, ну понимаете, о чем вы, вот святые. Ну почему-то их, я вот прихожу к одному, Бог смотрит на нутро, и то, что мы видим по взгляду очей, по слуху ушей, это не то, как он смотрит, он смотрит внутрь человека, и мы видим Давида, который вообще ни разу не правильный персонаж, но его нутро было правильным перед Богом. человек по сердцу, значит в сердце Давида было что-то, что в сердце Бога было. Хотя он такие делал тоже промахи мимо цели, что не только сам страдал, а еще и народ Израиля из-за него даже страдал. И были же, ну получше, были же подостойнее по-человечески, но нет, вот Господь смотрит в сердце, поэтому у меня пока один ответ, почему вот так, потому что Бог видит у кого что внутри. Он говорит, лукавый раб и ленивый, лукавство. То, что я не то, чтобы похвалиться, я вот думаю, знаешь, ты самих себя судить надо, написано же судить самих себя, то есть как судить, проводить инвентаризацию, анализы, внутри себя, ну смотреть, ты вообще в каком состоянии. И я могу сказать, что то, что, наверное, есть у меня, вот это, еще раз говорю, не хвалиться, а чтобы на заметку, я не лукавлю с Богом. То есть я не пытаюсь с Богом юлить никогда. понимая, что такое положение может прийти, когда я попытаюсь обмануть Бога, думая, что он такой, как человек, которого можно пыль в лицо, в глаза пустить, думая, что какими-то своими вот этими постами, молитвами, жертвоприношениями я могу как-то его замылить очи, и он перестанет обращать внимание на то, что у меня внутри творится. И мы вместе с ним перестанем называть вещи своими именами. Вот такого не должно быть. Ибо с лукавым по лукавству его поступает Господь. Поэтому я не хочу угождать, как бы, публике, давайте снимем серьги, музыку сделаем потише, помелодичней, давайте там слова фильтровать. Нет, не хочу, я такой вот, как есть. Меня таким Господь взял, призвал, не значит, что я не меняюсь, я меняюсь. Раньше я не носил серьгу, теперь ношу. Я меняюсь. Ну, ношу уже, сколько, 12 лет. Или, я не знаю, сколько, 11. Ну, в общем, давно. А раньше я на служение в галстуке ходил и в рубашке, потому что так приятно людям. А я не очень это, не нравилось это. Вы застали этот момент, когда я приходил в галстуке? Галстук, у меня уже этих галстуков нету. Ну, может, это красиво, да, но не хочется вот играть в эту игру святого, такого, непокобелимого. И вот, как бы, к завершению. Смотрите, можно повторить одну и ту же молитву, но имея разное понимание, видение, иметь очень разные результаты. Мы все смотрим на мир, на жизнь, на обстоятельства по-разному. Вот это и есть разница, кому 5, а кому 2, а кому 1. Ефесянам 3 главе, я еще прочитаю сейчас коротко. Третья глава Ефесянам, это ключ к пониманию вечного замысла Божьего, если вы не знали. Там мясо мясное, глубина глубокая. И вот, когда проходит 10 стих, идем дальше, 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 дальше. И молитва апостола начинается, 14 стих. Для этого, для чего? Для всего, что выше сказано, я преклоняю. То есть здесь есть такие вот главы, где ты читаешь, 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 потом панч такой, удар такой, как вывод. Знаете, как боксеры там, они что-то там накидывают, накидывают, потом один, на, как даст, выстрелил. Вот такие есть главы. А здесь каждый стих удар. То есть это все равно, что Майкл Тайсон бьет без остановки самый сильный с правой хук. Бам, бам. И читать тяжело так на лайте Ефесянам. Поэтому я даже выше не хочу сейчас перечитывать. Для этого преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого, именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши. Об этом даже говорить тяжело. Вот просто читать это тяжело. Не знаю, как вам. Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта. Что такое широта? Это вот. То есть, насколько ты можешь захватить в эту широту. И долгота. Это туда. И глубина, и высота. То есть, вот эти измерения. И уразуметь превосходящее разумение. Уразуметь. Поймите. Уразуметь. Не получить откровения. Не поймать духом. А понять. Уразуметь. Превосходящее разумение. То есть, из дерева познания добра и зла. Мы, наверное, в это дерево были помещены, чтобы потом понять, что такое жизнь. Как я могу оценить благодать, если нет закона? Находясь под законом и понимая, что ты ничего не можешь. Ты абсолютно бесполезный в вопросе борьбы там со грехом, с тьмой, со злом. Ты немощный абсолютно. Нет праведного ни одного. Так написано. Все согрешили. И вдруг является благодать. И вот тебе, это вот все равно, что ты под законом, там тебе грозит расстрел. И нету ни за что зацепиться, чтобы хоть какой-то там, не знаю, адвокат что-то сказал. И вдруг помилование. Почему? Другое за тебя расстрелян был. А ты иди. Вольный. Превосходящее разумение. Любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Заканчивая. Чем глубже, чем шире, чем выше, чем дальше разумение, то есть понимание, тем сильнее и молитвы, и хвала, и проповедь, и Евангелие, и общение. Вот еще ответ об этом. Почему у одного есть, а у другого нет? Потому что у одного есть разумение. Один понял что-то. И из этого понимания поет, евангелизирует, проповедует, пророчествует. А у другого этого нет. Почему? А ленивый. Ленивый. Ему легче найти оправдание. Ты человек жестокий. У меня семья. У меня дела. У меня болит голова. У меня это. Да я потом. Да, конечно. Конечно, эти там бездельники не работают. Конечно, проповедуют. Вот так по заслугам все справедливо. У кого-то 10 городов, а у кто-то во тьме внешней в итоге. И на кого пенять? Не на кого. Нас Господь знает совершенно, и Он дает нам по силе каждому. Потому что я не смогу нести служение Андрея Шиповалова, Димы Крюковского. Мы с Димой, когда служим вместе где-то, я смотрю на него, я понимаю, я так не могу. Я не могу так, как он. Я даже если захочу, я не могу. Я себя неуютно буду чувствовать. Я буду там, ну, как корова на льду. Это не мое. У него свой путь, свои дары, свое призвание, свои отношения с Богом. Как я могу так же двигаться, как он? Я двигаюсь по-другому, а он не может, как я. То есть глубина, широта, высота, долгота приходят, как правило, со временем. Если, конечно, им правильно распоряжаться. Мы все распоряжаемся временем по-разному. Поэтому каждый до чего достиг, так мыслит, так живет, так имеет. Есть истина одна, которую поняли всякие психологи, все эти коучи. Вот эти все, ну, там понятно, там замес уже с демонами идет. Но это установленное Богом принцип. Ты живешь так, как здесь у тебя. Все, точка. Берут бомжа, дают ему миллион, помещают в лучшее. Это же были эти эксперименты. И он через некоторое время опять бомжует и ест с помойки. Вот здесь. Не изменишь ты. Дай человеку апостольский дар и силу чудотворения. Он точно так же все сольет в землю. Он не способен это нести. Или это его разрушит, убьет скорее. Как мыслишь, как разумеешь, как ты наблюдаешь дни, так вокруг все складывается. Это закон. Все вокруг меня складывается в соответствии с этим. В Советском Союзе пытались переначать. Но библейская истина такая, что сознание определяет бытие. И не наоборот. Мы родились в культуре, идет война. Вы заметили, что война не прекращается духовная. Физические начинаются, заканчиваются духовно. Вы перестали вообще бороться? Я сколько лет живу, и мне кажется, я всю жизнь уже это будет. То есть такого, чтобы сказать, а все побеждено. Наконец-то. Ну давай там в Афганистан. Если ты тут все победил, есть где еще побеждать. Рюкзачок и миссионерам. Ну все, тут что тебе делать, разъебать? А-а-а. Вот она как. Поэтому правду сказал Дерек Принц. Мы обречены на войну до прихода Иисуса. Поэтому битва продолжается. Но именно в этой битве мы получаем разумение, опыт. И мы начинаем стяжать больше. И тогда ты молишься короткой молитвой. И Шуа выгонял бесов. Замолчи и выйди вон. Вау, вот это глубина. И мы в 90-е. По два часа. Оно не выходит. Зараза такая. И там, как чаще всего, и бесов не было. Представляете? Там плоть была. Которой нравилось. Внимание. Служителей. А мы думаем, чего он не выходит. Но нельзя изгнать плоть. И нельзя распять беса. Аллилуйя. Слава тебе, наш царь. И Шуа, спасибо тебе за то, что ты действительно мудрый. И ты каждому из нас дал то, что мы в состоянии понести. И мы молимся, самое главное, чтобы эти таланты, сколько бы их не было у нас, они принесли плод. Чтобы, когда придет наш черед, встать перед тобой и давать отчет. Мы пришли не с пустыми руками, а принесли много плода и прославили этим тебя. Благословляем Твое святое имя, Твою святую премудрость. Да проявляется она через нас, Твоя премудрость. Да проявляется она через нас, Господь. Во свидетельство начальством и властям на небесах. И да исполнился Твой вечный замысел. И мы верим, что в конце остается только дерево жизни. Мы благодарим Тебя, что закон греха и смерти перестает существовать. Благодарим Тебя, что вот это дерево познания добра и зла перестает существовать. И остается только дерево, не перестающий в вечной жизни. Аллилуйя. И жизни с избытком. Жизни в Твоей славе, в Твоем присутствии в Тебе, который и Сам есть жизнь. Слава Тебе вовеки. Аминь. Аминь. Итак, мы подытоживаем. И, как я и сказал, у меня вопрос. Как вы... То есть, с одной стороны, это плотским умом. Я пытаюсь плотским умом. Вот сейчас, это не откровение. Если все предопределено, зачем пыхтеть? Ну, дали тебе один талант, но ты никогда не будешь с десятью. С другой стороны, почему так? Ведь у каждого есть 24 часа в сутки. И почему один за эти... Вот я так скажу. Мы, когда занимались... Вот Тавры... Кто ходил на игры Тавры? Помните? Кто ходили, да? Помните, у нас был Сережа, который всех уничтожал, бежал? 22 номер. Сережа такой был. И ему давали мяч, и он просто бежал, и команда с... Кто не знали его, новенький. Кто знали, севастопольские, они уже знали. Не стоит с Сережей у Сережи стоять на пути. А когда мы приезжали, там, Краснодар, Волгоград, вот эти там... Как мы еще ездили? Ну, не важно, ездили по городам. Они же смотрят, бежит человек с мячом, и он такой довольный. Сейчас я тебя схвачу. И там люди по два-три сотрясения точно в другой команде мозга. Что Сережа бил так, что мама не горюй. И я помню, что мы занимаемся... И вот тренировки. Во-первых, на тренировки приходило всегда меньше, чем на игру. То есть на игру, когда в командах, стадион, люди все собирались фотки поделать. Но от них толку не было. Но тренировки. И вот мы, я помню, лето, жарко, на стадионе, в мединституте, ну, человек 20 нас там собралось, и отжиматься. Ну, тренер говорит, отжимаемся. И мы вот легли, и отжимаются. И знаете, как некоторые отжимаются? Ну, там же в толпе не видно, кто как. Ну, кто что, не будет жить, а бить. Ну, и такое просто, типа отжимается. А у Сережи банки такие были. Сережа именно в пол. И он, я помню, встал, Сережа вот этот, говорит, вы что делаете? Вы понимаете, что вот так, как вы сейчас отжимаетесь, вы играете потом. Ой, вас не заметили, профилонили, но вы же это делаете для себя и для команды. И если, он, помню, встал, он говорит, если ты на 100% в тренировку не вкладываешься, ты будешь плохим игроком. Тебя будут выносить, тебе будут сотрясать мозг, а не ты. Ты будешь бояться столкнуться с кем-то. И будешь отбегать, и мы будем проигрывать из-за тебя. Я помню, он так дал именно такую мотивацию. И я помню, что вот этот Сережа, он всегда на полную выкладывался. И, соответственно, он забивал, заносил эти тачдауны, бил людей. И на тренировке даже, ты видишь, Бериджит Сережа, он в нападении, я в защите. Думаешь, не хочется с ним сталкиваться, потому что как поезд идет. Хотя он и ниже был, чем я. Вот, наверное, почему один вот это делает, а другой вкалывает. И результаты, и плоды закономерные у всех. Когда мы предстанем пред Богом, никто из нас не сможет сказать, ты был несправедлив ко мне, ты, конечно, Диме дал, Деборочке дал своей любименькой, а мне ты что не дал, никто не скажет так. Какие у вас версии есть? Почему вот у Ромы есть? Ну, может быть, это не... Подойди. Не полный ответ будет. Есть еще какие-то, наверное, варианты. Просто тот момент, который я хотел подметить. В Писании помните фраза есть? Духом пламенейте, Господу служите, да? То есть, ну, вопрос, огонь, как бы, огонь, да, который вот он дает это стремление. А вот в притче эти 10 человек, которым дал он помиде, да, только три упоминаются? Да, семерых, да, нету вообще. Но упоминается о тех, о которых он говорит, те, которые были против меня и хотели, чтобы меня там не было, да, как бы их бросить в темницу. Возможно, эти 7, они вообще были в количестве этих вот... Заговорщиков. Да, заговорщиков. Я просто про что тоже... Вот интересный герб вот этот вот. Я как бы перед тем, как брал, тоже решил вникнуть, что тут написано. Здесь на латыни написан девиз. Это артиллерийский полк, короче, да. Ну, британский, короче, говорит. Ну, не суд. Здесь написано «Всегда держи порох сухим, и слава придет». То есть я такой себе думаю, ну, а вообще о чем, как это? Ну, вспомнил там Ледяева фразу, там, качай дух, чтобы не протух, там, и все такое. А потом понимаешь, что тут вопрос касается зависти еще, такой момент. Я, ну, может, не здесь, я вообще имею в виду. Саня говорит, что зависть – гниль для костей, да. То есть, ну, дух, он с костями имеет вот какое-то, ну, прообразное сходство. То есть вот эти вот примеры в притчах тоже, ну, как бы, вот что ты говорил, там тоже может иметь именно место, именно зависть. Потому что вот тому столько-то, а я знал, что ты такой-то, как бы. И вот именно корень, вот этот вот, как бы, может быть. И это вот этот гниль, который, ну, как бы, да, уничтожило. Там, помню, песня у меня есть, там, там, тактики схватываются, что зависть тебе не дает твое обнаружить призвание. Ну, и так же, там, тра-та-та-та-та. Ну, как бы, вот один из таких, может быть, ключевых, как бы, таких корешков, вот, именно вот этот момент. Я там тоже забил, не взял телефон, да? Короче говоря, забил там тоже злого зависти. Там тоже еще пару моментов, да? Соломон пишет о том, что всякий успех между людьми производит взаимную зависть, да? И еще момент, что Ефрем завидовал Иуде. Ей написано, что прекратится зависть Ефрема. Как бы, ну, это тоже момент, ну, такой, в Писании Ефрем, как бы, я где-то читал, такое толкование понимания, что, как прообраз Иуда, это более духовно, да? Да, Ефрем, это более плотское христианство, как бы, такое вот. И будет момент, когда прекратится вот эта вражда, как бы, и, ну, и будет, как бы, один поток Божий, да? Да, то есть, и, то есть, огонь Божий, он, видно, распространится, да, полностью на церковь. Ну, то, что вот за Исава приходило тоже, может быть, это не за всем Ефрем, но сам факт, я так размышлял. То есть, огонь будет, он, ну, даже то, что будет гореть, как бы, оно будет превращаться в огонь, скажем так, да? То есть, ну, то есть, огонь, он будет распространяться, как бы, да, и вся церковь, она придет в это пробуждение, в огонь, духом, в пламене. Ну, в общем, как-то так. Да. В общем, да, сейчас, духом пламенейте, ведь действительно можно поддерживать огонь, так веточку кинул, она там тлеет, а можно, но это дорого, это стоит дорого. То есть, у меня такая вот фраза была, когда вчера я об этом молился, и пришло, это из одной песни группы Мирской, говорит, судьбу свою на кон поставил. То есть, люди, которые всю свою жизнь, это не, ну, тут я для Бога, вот это для меня, вот это для Бога, всю положил туда. И у меня был разговор как-то с Богом, не так давно, и иногда, говорит, Господь, я говорю, тяжело бывает, такое вот духовное давление, внешнее давление. И думаешь, вот я перед Богом, Господь, я уже устаю, устаю. И Он говорит, я могу тебя вынуть из этого. То есть, вынуть и просто в спокойное русло. И я говорю, Господь, ты знаешь, что я, нет, то есть, я судьбу свою поставил, то есть, я отдался. Если надо мне что-то преодолевать, проходить, значит, пусть так, я не хочу этой спокойной жизни. То есть, я хочу, даже если там сгорю потом по итогу. Все уже, уже назад пути нет. То есть, ты уже поставил, ставка больше, чем жизнь, помните. Если быстро, подойди, подходи, то, что у нас запись ведется, видишь, все надо в... Мне сказали, Юрий, покайтесь, что вы на зарплате у этой, как она, ФБР или как? ФСБ. Покайтесь, что вы на зарплате у ФСБ. Я говорю, вау, вот это интересно. Так что я пишу ФСБ, и все. Аллилуйя, всем привет. Знаете, пришел только к Господу, когда... Да, ну так было в словах. Пришел к Господу, и понимаю, что он меня с самого дна достал. Я наркоман был, бомжевал, то есть, как бы так. Он поднял меня. Я понимаю, терять мне нечего, на самом деле. Я только могу у него приобретать. Я могу себя посвятить, потому что у меня ничего не было, и нигде я не приткнулся. Вот в чем момент. То есть, я перестал ценить вещи, как, знаете, как... Ну, смотреть на вещи стал. Есть, есть, нет, нету, все. И Господь начал у меня желание производить, служить ему. Вот в чем момент. То есть, ну, я понимаю, и он мне дал местописание, которое я только пришел, увидел. Кто в постоянстве, в добром деле ищет славы и чести, жизнь вечная. А кто противится воле Бога, ярость и гнев на день суда. И все. И у меня стало на свои места. Ну, и слава Иисусу, что можно послужить и поездить куда-нибудь, да. То есть, и к вам могу приехать, и там послужить, сейчас там, допустим, на реабилитацию 12-шаговую там зовут. И как-то время нахожу, на самом деле, посвящать себя Богу. А понимаю, и он дома у меня все устраивает, на самом деле. Он и финансовую часть, и, то есть, и с детьми все нормально, и с родственниками. То есть, как бы так. Я понимаю, что я когда служу ему, он служит мне. А, кстати, ты же мог сегодня кушать чебуреки, да? Там просто одна история. Ну что, аминь. Решу отца всем духом пламенеть и в усердии не ослабевать. Все. Главное принести тем, помните, тем прославится Отец, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Аминь.